Ну чё ящик, давай просвещай, наоплочим. Привет всем, меня зовут Монт. Здарова. И это краткое описание шаблона 6LM10A. Она же LM, она же LMочка, она же худенькая-бледненькая, она же 6уснул-10 перестроил и прочие замечательные названия. 6LM это шаблон размера XL с подземной плоскостью и 8 игроками, из которых 6 это компьютеры. Шаблон состоит из 25 зон. Ну нахер. Не пугайтесь, на самом деле всё не так сложно, как может показаться. Из 25 зон 8 это зоны игроков и компьютеров, ещё 8 зон это зоны сокровищницы или трежер-зоны с нейтральными деревнями, 5 смежных ресурсных зон и 4 супер-трежи. Давайте начнём наш разбор со стартовых зон игроков. Каждый город игрока-компьютеры генерируется на зоне со своей местностью. При этом замки Инферно, Некрополис и Подземелье могут генерироваться в подземной плоскости. Из зоны каждого игрока идут две дороги. Первая дорога и выход из зоны игрока введёт смежную зону с шахтами ресурсов. Этот проход блокируется охраной 3000 вэлью. Вторая дорога из зоны игрока идёт в трежер-зону с городом. Охрана прохода равна 6000 вэлью. Из смежной зоны есть проходы к компьютерам игрока. Для красного эти компьютеры – коричневый и бирюзовый, для синего – зелёный и розовый. Проходы к коричневому и зелёному игроку охраняются по 3000 вэлью, к розовому и бирюзовому – по 6000 вэлью. Поэтому эти игроки компьютера называются простым и сложным. Или комп 3К, комп 6К. Из смешки можно проникнуть в другие смежные зоны через неохраняемые проходы по бездороге, а также пробиться в супер-трежи и трежер-зонах. В трежер-зонах есть дороги и город. Можно найти большое количество объектов, утопы и артефакты 1, 2 и 3 уровня. И свитки без контроля. В супер-трежах начинка такая же, но нет дорог и города. Зато можно найти реликтовые артефакты и свитки контроля. Суть шаблона заключается в отстройке гильдии магов в одном из замка с вышкой 5 уровня. Для последующего использования заклинаний контроля, рефарм-зон и карты. Правда, некоторые игроки могут показать свой скилл и попытаться получить заклинания контроля из супер-трэш, топ или ящиков пандоры. Геймплей до отстройки заклинаний контроля в основном заключается в освоении карты через разбежку по дорогам и захват городов игроков компьютеров, городов в трежер-зонах, а также в сборе ресурсов на постройку гильдии магов и прокачке героев, которые могли бы использовать заклинания контроля в будущем. После отстройки заклинаний контроля начинается так называемая лейт-стадия игры, где игроки будут пытаться отбирать друг у друга города с использованием двойной двери измерений и параллельно с этим повышать мощь своей армии, собирая объекты на армию и артефакты. Сценарий игры при этом может быть совсем разным. От раннего раша оппонента через короткие проходы в зонах до ультимативной финальной битвы после 8 часов борьбы за контроль карты. Но уникальный геймплей, разнообразие зон и возможности различного отыгрыша шаблона не дадут вам заскучать. Надеюсь, данное описание шаблона помогло вам и вы с интересом будете следить за игрой на 6LM10A в лобби 6LM, 6LM, ничего себе как! и на турнире «Безумная ЛМ. Дороги ярости». Делитесь своими мыслями в комментариях и расскажите, хотели бы увидеть подобные видео о других шаблонах и механиках нашей любимой игры «Герои меча и магии 3». До скорых встреч!